всем привет сегодня у меня в обзоре интересная вещь можно сказать удивительная вещь за свои деньги даже не знаю как за эти деньги можно было вместить сколько вещей еще подарить ее в подарок а такую коробочку на веревочке с такими защелочками с такими креплениями это у нас яркий яркий свет от фонарика led by lung модель данного фонарика за раз вам скажу это 8628 было но разных моделей и есть данная модель отличается вот предшественника 8626 лишь наличием велосипедного крепления на руль данного фонарика не обязательно на велосипед можно в другое место универсальные данный фонарик в моей особенности особо яркий экономичный и волн непроницаемый то есть бьет на большое расстояние некоторые пишут пол километра некоторые 400 метров как какого получается заметим такую вещь что данный фонарик уже подается очень давно со временем качество и цветовление данные фонарика ухудшилось у меня друг давно покупал еще он стоил в то время практически в два раза дешевле как пока не появились сейчас понятный курс доллара вырос даже тут написано на коробочке дальность 800 метров проверить это надо ночное время посмотреть вечером как-то проверю да будет темно сейчас светло не как проверить в особенности до рассказывать что внутри вот такая есть но защелочки есть ручка для переноса удобные посмотрим что внутри поролонен и материал для того чтобы все сберечь целости и сохранности вот такой идет на зарядные устройства заметим даже за это зарядные устройства можно заряжать сам идет также в комплекте аккумулятор аккумулятор я чуть позже расскажу также идет в комплекте переходник на 3 оба три батареечки если кого-то аккумулятора не будет или он сядет вы можете собой принципе сюда зарядить батареечки и уже будет того запасной вариант идет еще автомобильная зарядка отметим эти зарядки очень легенькие предыдущие видео я делал на обзор на универсальную зарядку для аккумуляторов 32 эти он их там качество конечно изготовление повышенному конечно стоимость при этом три раза дороже того устройства и также вот идёт чем отличается от предыдущей модели вот такое крепление крепление на руль обязательно на руле можете его куда хочешь прицепить по диаметру подобрать есть вот регулятор то есть диаметра самой трубы жесткое такое крепление качество неплохое вроде бы как плохо есть возможность еще крутить надо раскрутить данный что у нас тут есть то оно интересно закреплено такая пробка просто прокручиваем нету просто не винта ничего как бы заклепка помощью растягиваю себе подбирайте как он должен устоять прокладочка для того чтобы не скользила на трубе шестигранник какой размер здесь принципе написано можно посмотреть фокус не хочет ловить его очень плохо видно на черном фоне как прочитаю посмотрим напишу в комментариях то есть на комментариях под видео информации так это еще самое главное это у нас вот такой фонарик у лис 999 тысяч ватт модель блт 8628 вот такая кнопочка есть у нас для включения заметил фонарик работает три разных режима так так отключена яркий свет так яркий есть еще экономичность так это у нас моргает это у нас вот экономичный режим для того чтобы на дольше сохраним батарею так насчет качество изготовления принципе неплохо за эти деньги еще качество еще на уровне анодированные алюминия есть такая ручка то есть веревочка чтобы носить так здесь есть у нас еще такая вот заглушка это для того чтобы заряжать внутренний аккумулятор даже не обязательно внутренний аккумулятор вы можете сюда аккумуляторы он оставляйте принципе их заряжать эксперимент принципе проверим еще не проверял попробую взять три аккумулятора 3а 1 и 2 вольтовые как они себе поведут или будет работать классно что тут сделал сделали заглушку тюнк чтобы вода где-то не попадала если вы дождливые полону конечно с другой стороны кнопочка которая вот это болтается особо тоже герметиком не будет этот принцип прокладки нигде нет здесь регулируется линза у нас такими щелчками в процессе покажу как она будет светить на темном фоне коса рассветло потом переведу камеру другое место на черный фон напротив корпуса принципе увидим включится против часовой стрелочки вот такая у нас пружинка тут масса у нас вот сам аккумулятор такой идет прокладочки пластмассовая переходничок чтобы не болтался этот аккумулятор аккумулятор заметим очень легенький хотя по характеристикам 1765 литийоновые 8800 миллиампер час 3 и 7 вольта так тут написано максимальный максимальный 275 вольта данным решил проверить эту аккумулятор поскольку правда что тут 8 800 на зарядке этой зарядочкой что я делал в предыдущем узоре решил ее прогнать и что вы думаете как может за цену 139 129 гривен это даже примерно 5 баксов это все делалось быть тут нормальный аккумулятор никак не может это и вот видите 415 реально емкость его то есть забудьте против 8800 у вас тут только 415 может некоторых экземплярах уйти чуть больше 500 например в основном это вот такой развод это просто маркетинг либо реклама чтобы быстро продавать на данные фонарики так не будем грустным будем проверять как она работает так аккумуляторы принципе я проверил он работает зараз как интерес возьму я три батареечки 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 будет тут у нас три батареечки возьму одинаковые депишки например если пешки правда одна тысяч на них емкость я уже прошлое видео показывал уже чуть-чуть подуставшие но принципе еще живы вставляем мы сюда его по одному все идет по разной стороне не заряженный принципе уже на полную заражал что внутри у нас вот такая там металлическая алюминий вместе ничего такого сверх выдающегося вставляем сюда вот эту капсулу не может попробуйте приходить не пойдет сюда нет не подойдет сюда приходит он будет тоже болтаться закрутим проверим светит заметим что не обязательно сильно нажимать клёцать принципе можно просто легенько нажимать и они режиме эти переключаются вот видно как насколько яркость меньше встает это у нас это максимальная это у нас идет слегка притушенные так проверим на черном фоне сейчас я камеру чуть развернул так вот у нас черный корпус попробуем сделать свет вот у нас фокусировка идет делаем минимальную фокусировку и увидим мы вот такой диодик видите не знаю не видно очень на эту камеру сейчас я туда спокойно фокусировать короче такая виде решеточки штучка ну как принципе такой четырехгранник виде диода который там внутри светится так то у нас моргает сделаем максимальный 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 такой при расстоянии где-то сантиметров 30 так видно какой там диод принципе минимальным зуме можно увидеть какой там диод вот можно увидеть как она принципе делается приближение тут выходит что у нас у нас обычная линза идет внутри сам отражатель он просто внутри двигается положение взять вверх-вниз когда мы крутим приближается удаляется вот и вся функция у нас дума работает так как вы в принципе бинокль смотрите там крутите то есть самый способ работы при максимальном этом принципе он видно нас полностью открывается отражение диод уже видно вашу саму полностью большом размере крутим обратно вот он будет маленький зум нет это максимальный зум это у нас будет максимальный зум да так не когда мы раскрутим так это у нас вот такой режим яркости чуть-чуть идет приглушенный у нас это яркий режим это у нас экономичный режим принцип работы вы понимаете то фонариком ничего сверху выдающийся сейчас проверим как будет работать функции зарядки данным фонариком сначала блок обычный по идее так продавец здесь горит когда идет зарядка красный свет когда батарея уже зародилась переключается на зеленый немного про эту зарядку расскажу у нас что у нас тут у нас идет у нас света чуть-чуть видишь на реальной характеристики travel charge чарли что у нас идет тут у нас input так 100 250 вольт 50 60 герц output у нас идет 42 вольта плюс минус 0 5 вольта ток заряда постоянный 500 миллиампер то есть принципе обычная зарядка для литий-имоновых батарей в данном случае у нас идет другие батарейки сам интересно как мы будет работать с никелю металл гибридными батареечками сейчас мы видим подключим так у нас идет зеленые да так и есть подсветочка загорелась уносит сначала зеленые ставим ставим на зарядку у нас сейчас горит желтого на блоке желтому красный цвет типа как бы батареи внутренне практически заряжены сейчас я попробую вытянуть эти наши три батареечки аккумулятор и вставить наш литий-имоновый экземпляр что он будет при этом ничего не поменялось тоже принципе видно если заряженный аккумулятор вон зеленый заряжен такой прикол я вытянул уже показывает что данный аккумулятор цикл бы заряженный лист зеленый варит оставляем туда он говорит оранжево-желтым то есть желто-красным хорошо это что до такой зарядки в весу она как будто там внутри ничего не реально какой-то я сомневаюсь там есть какой-то трансформатор короче какой-то конденсатор дешевый вариант такой сделан сейчас я попробую с помощью прикуривателя будет зарядить данные через прикуриватель обыкновенный запустим запустим мой компьютер так чтобы было питание за работу есть у нас здесь он нас говорит красным попробуем зарядить данный фонарик тут ничего не поменялось как горело красным так и горит красным принцем данной зарядки но и возможно возможно когда она будет заряжена то есть когда когда она зарядит батарею да ну и тогда наверное скорее всего что будет гореть зеленый ну конечно я сомневаюсь что такое будет вы для такой зарядки вряд ли самое интересное то что мне кажется от литий-ионной батареи сам самый свет больше идет может быть из-за того что он дает больше вольт при этом больше свечения дается . да а такое у нас сегодня в обзоре устройство полезное устройство считаю что неплохое устройство как ее закрепить вот так держится крепко удобно такой большущий фонарь и на велосипед будет то есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В данном обзоре я продемонстрировал вам, какие бывают универсальные фонарики... И где ее можно применять, в принципе, с креплением, например, на велосипед... Все, всем пока, до новых встреч!